Итак, я вас приветствую в видео про движок Maserati И давайте без лишней лирики сразу же про мотор Вы же пришли на это видео, чтобы посмотреть, что внутри этого движка В общем, вводные данные Это Maserati 3 литра V-образная шестерка Развивает мощность, он целых 350 лошадиных сил Потому что он турбовый Он имеет две турбины Соответственно, одну с одной стороны, другую с другой стороны У движка идет маркировка Конкретно вот он, Type Engine Type M156D Если бы я не знал, что это Maserati Подумал бы, что про Mercedes какой-нибудь идет речь Производится он, по-моему, с 2013 года по нынешний день Именно вот этот вот двигатель Что именно случилось, сказать мне сложно Вроде как масляное голодание Но в то же время я вот его проверял на вращение Ну, то есть он как бы вращается Ну, сказать, что он заклинил Ну, он как бы явно не заклинил Ну, по крайней мере, он не мертво заклинил Ну, может, там вкладыш намотало на коленвал, еще чего То есть, соответственно, пробег у этого двигателя крайне небольшой 1020 он, может, прошел Вот, и он снят с автомобиля Вот, как приехал с Италии движок Его поставили, этот двигатель сняли Причем, то есть, ну, то есть, совсем навесным Тут компрессор кондиционера Те же самые турбины Здесь даже где-то вот стартер Его открутили отсюда Ну, не стали вытаскивать Потому что он там третьей опорой прикручен По турбинам могу сказать, что турбины здесь в шикарном состоянии Ну, то есть, здесь вот ощутимого люфта Какого-то люфта Ну, вот пытаясь пошатать его пальцами Ну, то есть, вообще никакого люфта нету То есть, там какой-то, вон, минимальный люфтец есть Но это такой должен быть люфтец То есть, это рабочий люфт для турбины Ну, и чего единственное нету на этом двигателе Это вот это вот, я так понимаю Это вакуумный насос здесь стоял на тормоза Так как он турбовый Потому что вот этот кулачок Это привод бензонасоса Это непосредственный впрыск И бензонасос, то есть, вот он снизу стоит То есть, бензонасос здесь есть, остался В остальном здесь полная комплектация Я всегда итальянский автопром считал самым продвинутым В плане моторостроения Именно в грамотности технических решений То есть, они делают довольно простые, надежные И в то же время продуманные вещи То есть, и мне всегда хотелось разобрать двигатель Типа как с Феррари Ну, Мазерати это, конечно, не Феррари Но где-то вот приближается к этому сегменту И вот я сейчас стою, у меня этот движок есть И я такой думаю, блин, а вот что будет А вдруг я его разберу и разочаруюсь в нем Ну, как говорится, в лес не ходить, волков не бояться И вот здесь, кстати, насчет Феррари Здесь на катушках даже написано Феррари Ну, а теперь офигительная история в начале Ну, то есть, как я уже говорил, двигатель полностью сняли То есть, ничего с ним не делали Смотрите, то есть Масло с него никто не сливал Ну, мне от этого не холодно, не жарко Просто обычно транспортные компании требуют, чтобы масло слили там туда-сюда Ну, по всей видимости, было, ну, я не знаю, облом что ли Ну, в общем, он с маслом И когда мы его здесь ставили, он немножко перевернулся Ну, чуть-чуть на 45 градусов наклонился И с него масло потекло Кстати, насчет нашего сервиса, смотрите Не знаю, у нас это, не у нас Ну, вот шпилька и гайка, да? Шпилька Ну, вроде бы она немножко отличается Ну, ладно, а теперь смотрим сюда И здесь видно явно, что эту шпильку Лупанули болгаркой Ну, вот Вот, но это явно срез болгарки То есть, вот это вот завод Штамповка, ну, точнее, накатанная резьба А вот это вот лупанули ее болгаркой Сказать, чтобы оно тут не откручивалось Ну, я не могу так сказать Ну, короче Это как бы явно не итальянцы Вот эта болгарка здесь его вмазали Теперь немного о конструкции Это V-образная шестерка Угол развала 60 градусов Ну, в принципе, стандартная величина Ремень Привода вспомогательных агрегатов Здесь их два ремня То есть, один ремень идет Который идет на гидроусилитель Помпу Кондиционер Также присутствует на нем То есть, один обводной ролик Второй обводной ролик И натяжной ролик И один ремень, который отдельно идет На привод генератора Генератор, кстати, с обгонной муфтой Обычно делают сейчас один ремень Общий И отдельным ремнем Раньше выводили компрессор кондиционера Потому что он шел как опция Ну, типа, дополнительно Здесь они повесили отдельный генератор на ремень Соответственно, он и натягивается отдельно Где-то как бы не хорошо, не плохо Просто в чем смысл такой конструкции Мне сложно сказать Но здесь, например, проходит полуось То есть, возможно, они не могли генератор сдвинуть дальше-назад Чтобы сделать привод от одного ремня С другой стороны, как бы Ну, неужели проще сделать второй ремень Нежели подобрать генератор Который будет по высоте Или там по выходам вот этих вот элементов Как-то сбоку Ну, в общем, чтобы он не мешал там ничему И стоял на одном ремне Это как бы не холодно, не жарко от этого Это просто довольно удивительно Я первый раз вижу, чтобы генератор приводился отдельным ремнем Дальше Здесь применяются все-таки Алюминиевые, нормальные крышки головок То есть, никакого тебе вот этого пластика Который потом репнет Еще что-нибудь С ним сделается нормальный алюминий Ну, как бы, это не единственный двигатель Где применяются алюминиевые крышки Но все же То есть, это все переходят на пластик Пластик здесь присутствует Пластик это впускной коллектор В принципе Ну, как бы, это нормально Особенно учитывая, что здесь непосредственный прыск Все То есть, как бы, впускной коллектор имеет Ну, скажем, такую ненагруженную функцию То есть, в нем форсунки в нем не стоят Ничего в нем такого не стоит Дальше Система сапуна здесь имеет тоже своеобразную конструкцию Сейчас, видимо, тренд делать подобным образом То есть, стоит там трубка с сальником И центрифуга на распределительном валу Ну, это я чуть позже разберу и покажу детально Единственное отличие от Некоторых современных двигателей Обычно делают на одной головке Только вот с одной стороны и все А две крышки соединяют между собой шлангом Ну, и типа через одно место должно все выходить Здесь сделано в двух местах То есть, вот эта вот система Которая соединяется в тройник И идет дальше Вот она здесь, мембрана стоит Которая поддерживает все время давление Внутри двигателя Чуть-чуть ниже атмосферного И она выходит на турбину Она выходит на турбину Именно в то место, где максимальная скорость потока Ну, для того, чтобы создавать Разрежение в этой трубке Всегда и постоянно Не могу сказать, что эта система Какая-то сильно корявая Плохая Из положительных моментов Это то, что здесь все-таки Два вот этих вот элемента И из каждой головки Картерные газы Отводятся полноценно То есть, нет того Какой-то переплюйки Что сначала оно попадает В одну головку Ну, точнее Пространство между головкой и крышкой Потом по шлангу Поступает в другую И потока потом Вытягивается через канал С другой стороны, система Вот эта Она технологически сложная То бишь В производстве Она довольно дорогая И сказать, чтобы она Что-то решала Конкретно Такое сильно Я не могу Единственное, что она решает Это то, что Если двигатель Плюется маслом И у него повышенный уровень Картерных газов То из-за наличия Вот этой вот Центрифуги Центробежного барабана Который Принудительно масло Отделяет от воздуха Вот этот порог По тому, как двигатель Начинает плеваться маслом Он сдвигается Там в сторону Более Изношенной поршневой Это единственный плюс Вот этой вот системы Также эту систему Ставят в основном На турбовые двигатели Там, где Нету Постоянного разряжения Во впускном коллекторе Поэтому применяют Эту систему Ну, такое Серединка на половинку Я не считаю, что это Какая-то гениальная конструкция Раньше этого не было И, в принципе, турбовые моторы Нормально работали Турбины здесь сделаны Грамотно Я так понимаю, что 350 сил Это то, что идет с завода И можно его чипануть На гораздо большее Количество лошадей И, возможно, даже С заменой турбины Ну, то, что есть завода Выполнено Достаточно грамотно То есть, во-первых Коллектор, который Более-менее имеет Что-то похожее На выпускные каналы То есть, оно не сразу же Соединяется в один канал А есть некий Такой путь По которому проходят Выпускные газы Во-вторых Выпускной коллектор Он представляет собой Один-единственный элемент Литой Вместе с горячей частью турбины То есть, там, где Выпускная крыльчатка Что, в свою очередь Позволяет экономить место То есть, нету вот этого Соединения турбины С коллектором Это экономит место И положительно Сказывается на работе В общем-то, всей системы Ну, а сама турбина По классике жанра Вот на хомут ставится При этом картридж Имеет полноценное Жидкостное охлаждение Ну, и, естественно Подачу масла И слив масла Причем, слив масла Реализован нормально Просто идет трубка Которая идет в картер Все И вот оно Отверстие Откуда его масло лилось Когда мы его переворачивали На бок Здесь нету Датчика положения Коленчатого ванна Ну, по всей видимости Он был нужен Там, на тот двигатель Еще что-нибудь такое Я ранее сказал Что сервис Жопоруки Ну, возможно Сервис далеко не жопоруки И то, что тут накосячили Это не в сервисе Ну, мы этого никогда не узнаем А вот, смотрите Как весело Вы видите Что некоторые шпильки Открутились А некоторые нет И я думаю Самые глазастые Уже увидели Что они чуть-чуть Отличаются цветом Вот эти вот шпильки Да? А если еще Посмотреть более внимательно То есть Вот это Я так понимаю Это итальянская шпилька А вот это вот Это уже М8 С резьбой М10 Перерезанная шпилька Какая-то Самопальная А вот здесь резьба Нарезанная М10 А здесь резьба М8 Ну, короче Смотрите Это не шпильки Так Вот оно То есть Ну Хрен его знает На самом деле Кто из них родные шпильки То есть Выкрутилось оно все вместе И выглядит оно все Так себе То есть Они все разные Вот она Шпилька Которая Ну М10 То есть Сюда уже явно лазили Что-то делали Снимали турбину Причем Заметьте Что Вот он Вакуумный привод Я специально его не снял Вон он Хомутик Тут не видно Вот с этой стороны Наверное будет Ну, короче Он так Наполовину Закусан Все Ну, то есть Видно, что это уже Делалось Ну Что-то 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 делалось И тут На проводке В некоторых местах Какие-то отметки Свои Здесь вот этот флажок И причем он у меня Вывалился Когда я его Снимал То есть Что-то отмечалось Вот Что-то отмечалось Ну, возможно Это завод, конечно Хрен его знает Но самое главное Что я когда здесь снимал С генератора Вот Вот это вот С генератора И Как вы понимаете Это не я его Выломал Здесь хвостика Не было вообще Ну, то есть То есть Что-то здесь уже Кто-то лазил И лазил Очень так Весело Теперь Следующий вопрос Ну, конечно Можно списать Что Ну, это же Не родные шпильки Смотрите Я сказал Что это Латунные гайки В начале видео Да Вот смотрите Ага И нихрена То есть Вы делаете Дорогущий мотор И вам сложно Сделать Гайки Латунные Теперь смотрите Шпильки Столюка Столюка Ну, понятное дело Столюка Столюка Вот это болты С турбины Крепления турбины Мерседеса Смотрите Они сделаны Из нержавейки Вот у меня вопрос Вот Вам, падлы Было сложно Сделать Из нержавейки Там Те же шпильки Те же гайки И не надо мне рассказывать Что оно ходить не будет Что оно там потянется Болты-то на Мерседесе Почему-то не тянутся То есть у вас мега дорогущий движок И вам сложно сюда шпильки из нержи сделать Чтобы не было вот этой порнухи Что тут шпилька осталась Там выкрутилась Ну, конечно Еще раз повторюсь Что те шпильки, которые стоят Стоят Хрен его знает Возможно, это не родные шпильки Потому что с другой стороны Я смотрю Тут аналогичная ситуация То есть тут тоже Вон они длинные шпильки Вон короткая шпилька И Вон тоже короткая Здесь длинная То есть не болгарка То, что я показывал Обрезана Хрен его знает То есть Но Я думаю Если бы они были из нержи То здесь не было бы Такого портака Что ты откручивал У тебя резьба сорвалась И все такое прочее Это просто невозможно Но Шпильки и гайки Из обычной Столюки Даже не латунные гайки На жигулях Латунные гайки Фиат делал Вот вам сложно было Сюда их сделать Латунными А? Ну, дальше приколы Нашего городка Например, сапун Вот я турбину снял Да? Все Она висит Вот на этом шланге сапуна Кто когда-нибудь работал С каким-нибудь двигателем Знает, что шланг на сапун Вечно дубеет Потому что Картерные газы Это самые ядовитые Агрессивные газы И они любую резину Превращают в пластик Соответственно вопрос Как это снять Так, чтобы не повредить Не, ну понятно Там болгаркой полезать Расколупать Сломать Это, в общем-то, можно Вот она турбина В принципе Дальше я ее не разбираю Но, в общем-то, картридж Здесь она вполне адекватна Единственное, что мне непонятно Вот он Например, Westgate Так И почему он открыт В спокойном состоянии То есть По-моему, он должен быть закрыт То есть Вот вакуумный привод То есть он должен быть Вроде бы закрыт На заглушенном двигателе Ну и, соответственно Он открываться должен только Там, на определенном давлении Там, оборотах И так далее Здесь почему-то он открыт Ну, может так и надо Может, когда он запускается Там создается какой-то вакуум И он закрывается Потом открывается Можете написать в комментах Ваши варианты Я вот просто У меня нет слов Вот кто ездил на автомобиле С этим двигателем Сука Вот я захотел слить масло Я погуглил даже Что там по заводу Идет 8,3 литра масла Основной объем Ну, я так понимаю Менять там 8 литров Потому что оно где-то остается Там в каналах Еще где-то Вот эта канистра Десятилитровая была Ну, понятное дело Там вверх я обрезал И как бы она чуть меньше стала Да Но Вы посмотрите Вот на это Я специально еще Ни тряпку сюда не бросал Ничего не делал Я не знаю Сколько тут масла разлилось Ну, литра два Ну, полтора Тут точно Тут больше литра разлилось масла То есть Давайте посчитаем Да Почти 10 Ну, давайте 9 возьмем Я там уже срезал Ну, давайте 9 Да И еще Литра полтора То есть Где-то 10,5 Против 8,3 Я У меня У меня просто нет слов Честно При этом, кстати, я щуп проверял По щупу масло было Кстати, вот надо посмотреть А, ну да Да Действительно Я показывал щуп ранее Вот смотрите Здесь есть Пупырышки на нем А масло было Вот аж по самую Вот эту вот железку Ну, вернее Там, где она заканчивается Там, где начинается Вот это вот Пружинистая Я даже не видел этих отметок То есть Он минимум Максимум То есть Я подумал, что Ну Оно должно быть То есть До этого До железки Там буквально Миллиметра два не хватало Ну Охренеть, да Теперь дальше Смотрите Прикол Что вообще Я полез-то масло сливать Какого рожна Я когда снимал турбину Ну Надо же все трубки открутить Правильно И я Вот эту вот трубку Стал снимать Вот эту вот И у меня отсюда Повалило масло Вот здесь Вот чуть-чуть Оно разлилось Видите То есть Оно здесь Не перетекает Одна лужа Вот сюда То есть Это с трубки И я подумал Ну Хрен его знает Может там какие-то остатки Может как-то двигатель Хотя-то он ровно стоит Ну То есть Как бы Ну Не должно отсюда Вотечь масло А оно Отсюда засифонило Кто-то смеется Что там Жигули Болгаркой крутят Да Там резьбы Ежут Вот Вот Нет Это не смешно Это Вот это Это не трэш Нет Блин Что-то пока Двигатель Впечатление Мне не очень Хорошее Производит Вот я Раньше Показывал Про ремень И генератор Рассказывал Все Ну стоит Отдельный ремень На генератор Ну как бы Дело такое Ну ремень Да и ремень Ну как бы По логике вещей То есть Вот он Один ремень Ну то есть Ничего здесь Больше нету Никаких роликов То есть Он должен Натягиваться Правильно Ну логично же Если он Идет прям На коленвал Ты же коленвал Там не крутишь Правильно Да Да Значит Ты как-то Должен натягивать Его генератором Вопрос Вот мне надо Его снять Как Здесь Натягивается Все При помощи Генератора Смотрите Оп Еще раз А Тан-дан-дан-дан-дан-дан Опа Вопрос К знатокам 30 секунд На ответы Как там Эта передача была Как Здесь Снять И поставить То бишь Заменить ремень Генератора Не снимая Генератора Ответ А никак Я вот Честно Такое Впервые Вижу Чего Блин Вот после этого Я понимаю Ну какой это Трэш То есть Да Генератор Сместить назад Какой-нибудь другой Поставить Чтобы выход Был не Назад А куда-нибудь В сторону Нет Это херня И систему Натяжения Сделать Ремня Каким-нибудь Роликом То есть Тут Вы поставили Один Обводной Ролик Второй Обводной Ролик И это нормально И третий Натяжной Ролик И это нормально Все Окей То есть Тут Он Даже Особо Не Нужен Для Того Чтобы Вот Эта Вот Часть Не Играла То есть Не Дребезжала Сделали Ролик И это Нормально А Сука Здесь Сделать Ролик Для Натяжки Ремня Нет Это Типа Не Наш Метод Я Что-то Как-то Вот У меня Прямо Смешанные Чувства Я хочу Этот Момент Показать Я Просто Не Могу Я Открутил Два Верхних Болта А Снизу Там Вон Оно Одно Крепление Вот Смотрите На ваших Глазах Вот Типа Ремень Да Смотрите Откручиваем Так Вот Он Открутился Болт Вытащился Вот Он И То есть Типа Типа Вот Это Вот Все Типа Вот Так Ремень Ты Снял И Генератор Ты Отсюда Снял То есть Проверить Натяжку Ремня Если Он Немножко Ослаб Этот Ремень Или Еще Чего Случилось Нет Вот Они Места Посадочные Вот Она Направляющая На Генераторе Бери Ставь Если Что-то Проскальзывает Значит Надо Менять Ремень И Сколько Раз Вот Тут Резьбу Сорвут Когда Будут Менять Этот Ремень Ну Да С этим Ремнем Естественно Проблем Здесь Меньше Здесь Ставишь Трещотку Ну И Как Б Вот Все Система Ослаблена Можно Снимать Вот Вот Система Сапуна В Разборе То Есть Вот Это Вот Представляет Систему Сапуна Вот Они Эти Элементы И Вот Эти Вот Сальники Кстати Вот Эти Вот Части Пластмасс Которые Представляют Собой Корпус Они Одноразовые Ну То То Есть При Разборке Сборки Нужно Менять Ну Можно Ограниченно Конечно Самим Сальником Но Он Идет В В Комплекте Вместе С Вот Этой Пластмасс Штука Если Его Не Заменить То Он Будет Сифонить Маслом Может Точнее Сифонить Маслом Причем Очень Конкретно И Вот Самый Самый Второй Главный Элемент Системы Это Вот Эта Мембрана Которая Подключается Ко Впускному Коллектору И Далее Шланг Шел На Турбину То Что Я Дальше Когда Двигатель Раскручивается И Появляется Надув В Двигателе То Смотрится Разность Давлений И Он Переключается На Трубку Которая Идет К Турбине То Когда Турбина Начинает Работать Там Большой Поток Воздуха Идет Поэтому Он Чередуется То С Коллектора То С Турбины Берет Вакуум В общем Как по Мне Система Сложная Можно Сделать Проще Плюс Вот Эти Шланги Они Дубовые Я Не знаю Должны Быть Они Дубовые Или Нет Но Мне Что-то Кажется Что Не Должны Быть Они Такие Дубовые В любом Случа Если Вам Придется Что-либо Менять То Вам И Шланги Тоже Нужно Будет Менять Потому Что Снять Вы Снимите А Назад Поставить Будет Сложно Да Если Вы Поставите Все Огромное Впускной Коллектор Он Маленький Равнодлинный Так как Это Трубовый Двигатель Сравнительно Небольшого Объема Но Этого Абсолютно Хватает Чтобы Не Было Турбо Ям И В Головках Каналы Шикарные И Кстати Что Действительно Неплохо Сделано Вот Бензонасос И Топливные Магистрали Сравнительно Короткие Топливные Трубка Трубка Топливные Рампы Все Ну То есть Нету Каких-то Трубок Которые Распространяются По всему Двигателю Бензонасос Закрыт Вот Такой Вот Шумкой Причем Не Просто Шумкой Здесь Еще Вот Такой Корпус Он Его Вот Так Вот Здесь Закрывает И Здесь Дополнительно Проклеена Шумка И Он Прикручен Не Намертво К Ну Вот Странно Да Машина Вроде Премиум Сегмента А Компрессор Кондиционера Здесь Обычный Ну То есть Вот Он Шкив Который Вращается Вот Он Сам Кондиционер И Сюда Приходит Вот Оно Питание Для Вот Этой Катушки Электромагнитной Более Современная Система Они Имеют Постоянный Привод То есть Компрессор Приводится В движение Постоянно И Меняется Его Производительность Конструкция Чуть-чуть Сложнее То есть Там Внутри Механизм Который Меняет Наклон Вот Этой Пластины И Изменяется Его Производительность Но Привод Идет Постоянно И Плюс Такой Системы В том Что Постоянно Хоть Микроскопическая Циркуляция Фреона Но Она Идет То есть Система Постоянно Прокачивается Она Не Застаивается Масло Не Истекает Там И Нету Какого-то Сухого Запуска После Длинного Очень Сильно Просто Системы Ну Разве Что Автомобиль Там Стоял Полгода А Здесь Как бы Вроде Премиум Автомобиль Но Вот Как бы Обычный Кондиционер Что Написано Мале Ну И Кстати Да Вот Мазерати Мазерати Ты Там Ждешь Чего-то Такого Катушки Феррари Да А Вот Чего У нас На Все Ну А Тут Да Тут Вот Он Значок Мазерати Естественно Ну С этой Стороны Абсолютно Аналогичная Ситуация С Крепежом С Перерезанными Резьбами С Очень Ровно Нарезанными Резьбами Видите То есть Вот Это Вот Вот Это Вот Все Ну Ладно Кстати Стартер Закрывается Вот Таким Щитком От Турбины Это Очень Очень Правильно Чтобы Он Не Перегревался И не окислялся И Стартер Здесь Тоже Денса 1.7 Киловат 12 Вольт Его Ну Вот Его номер Made in Japan Вот Только Катушки Здесь А-ля Феррари Ну Это Такой Хитрый Маркетинговый Ход Когда Человек Открывает Капот Снимает Вот С этих Вот Штуковин Пластмасс Он Такой Убирает И Смотрит Написано Здесь Мазерати А Феррари Катушки У меня Почти Спорткар Нифига себе То есть Чисто Для этого Сделано Какой-то Ценности В этих Катушках Я уверен Что Если Сравнить С теми Жи Денса Еще Чего Нибудь Ну Вообще Никакой Разницы Не Будет Эти Может Быть Даже Дороже Будут Ну Чисто Из-за Брэнда Что Феррари Все Так Но Чисто Вау Эффект Потому Что Если Офига себе В общем Не прошло И пол Дня Как я Снял Полностью Проводку Она Выполнена Одним Жгутом И для Того Чтобы Мне Ее Снять Мне Нужно Было Снять Обе Турбины Впускной Коллектор Ну В принципе Генератор Можно Было Просто Отсоединить Тоже Самое Касается И Компрессора Кондиционера Но Я Снял Также Снять Отсюда Турбину И Снять Стартер С пробегом 16000 миль Так вот Система управления Фазокрутилками То бишь Фазовращателями Абсолютно Такая же Такие же Катушки То есть Управление Два контакта Электромагнитный Вот этот вот Шток Который Выходит И Вот этот вот Нажимает Клапан Для того Чтобы переключить Каналы Подачи Масла Система Абсолютно Аналогичная Но оно Как бы В принципе И неудивительно Вот кстати Смотрите Гидрач Бош Вот кстати Его номер Можете прогуглить Может он еще куда-то идет Помимо этого автомобиля И будет смешно Если он куда-то идет И стоит одних денег А сюда он стоит Каких-то нереальных денег Дальше Датчики Вот смотрите Бош Правда тут Что-то номер А нет Можете кстати Все вот это Понажимать на паузу Понапрогуглить Что это за датчики Куда они идут И сколько они стоят Ну вот он тоже тут Бош Его номер Ну короче Я же говорю Феррари Это чисто маркетинг Чтобы человека увидел Там Аааа Ничего себе Дальше Ну вот крышки алюминиевые Как я говорил В начале видео И для упрощения сборки Естественно Все собирается на герметик Никаких прокладок В принципе Все нормально Единственный момент Что вот Чтобы разобрать их Тут хоть и сделаны Вот такие вот Ну Типа как ступеньки Ну Точнее пазики Чтобы туда засунуть Типа как отвертку Или вот здесь пазик Например Да Но Я уже просто знаю Что Если я сейчас Просто так засуну отвертку Или еще чего лучше Ударю сюда молотком Кстати да Надо будет Не забыть открутить То я их просто поломаю То есть снять эти крышки Чтобы ничего абсолютно Не повредить Это довольно такая Ну Сложная задача То есть Это не просто снял И все Дальше что меня Немножко удивило Смотрите Маслозаливная горловина Откручиваешь Раз И виды внутренности двигателя Отлично Да Обычно там делают Какую-то Пластину Типа маслоуловитель Ну Смысл в том Чтобы масло Капли напрямую Не летели на эту пробку Чтобы с под нее Не сифонило Ну То есть Типа Сделать сложную Систему сопуна Да Это мы можем А сюда Поставить какую-то Банальную Маслоуловительную Пластинку Отражающую Точнее Нельзя Ну Это как минимум Странно В общем Я снял Крышки клапанов И даже У меня Ничего не поломалось И довольно легко Снялось Что в принципе Даже я удивлен Теперь мой Самый любимый Тест Здесь Пластинчатая цепь Морзо Ну вообще Цепь ГРМ И Что я делаю То есть Смотрите Ставим сюда На колено Ключ Так И Потихоньку Вращаем Туда-сюда Если Люфт здесь На сухую Без масла Ну то есть Как бы так Показать В одну сторону В другую Ну вот смотрите Я все время Объясняю Одно и то же В каждом видео Но есть идиоты Которые Либо не слышат Либо хотят Поумничать Объясняю я Одну простую вещь Если на сухую Есть вот этот вот Люфт То есть Натяжитель Не натягивается То есть Там нету Вот этого Ограничителя Чтобы он Не складывался В обратную сторону Когда нету Масла Именно В этот момент В режиме Запуска Холодного Когда двигатель Запускается И несколько секунд Вращается Без давления Масла Происходят Вот эти вот Удары Которые Разрушают Цепь И цепь Рвется Все И к сотысячам Бывают случаи Что цепь рвется Бывает позже Бывает раньше Но цепь Обрывается Такие случаи Есть Именно Поэтому Не потому что он С маслом Плохо Да Масло туда пошло Он натянулся Все Работает А вот в момент Как раз Когда он Простаивает Без давления Он и Убивает цепь Ну вот здесь Вот такого Явления нет Вот я пошевелил Коленчатый вал То есть там Может быть Есть какой-то Микроскопический Люфт Но Его на глаз Даже незаметно Система Сделана нормально Почему так Нельзя сделать На других Системах Вот мне Непонятно А диванные Эксперты Которые В уши Долбятся Вот реально Им показываешь Носом Тыкаешь Как кота В говно А он Нет Вот гидравлика Должна работать Да понятное дело Что гидравлика В движении То работает Когда есть давление Кстати Кстати Вот здесь Болта Болта Передний шкив Крепится Вот таким Болтом Кстати Вот такую Конструкцию Я вижу Первый раз Шайбы То есть Она с такой Ступенькой Буртиком Ну и вот он Сам болт Здесь утоншение Здесь резьба Сам шкив Стоит здесь Без шпонки Легкая посадка И самое главное Он реально Легкий Он не имеет Никаких Гасителей Крутильных Колебаний Ничего И он вообще Алюминиевый Если что Да-да Здесь нету Никакого Гасителя Крутильных Колебаний По всей видимости Этому двигателю Они не нужны Ну я так понимаю Тут просто Коленвал сделан Из какого-то Нормального Материала Какого-нибудь Хорошей Кованой Столюки И Конструкция Его Нормальная Адекватная И гаситель Крутильных Колебаний Ему в принципе Здесь не нужен Шкив здесь Алюминиевый Вот это Я уже понимаю Что-то Какой-то Намек На премиум Можете Прогуглить Номер Этого Шкива Что за Шкив Куда он Идет Ну вот Если вам Интересно Кстати Что Производство Ну короче Вот Я надеюсь Видно CGM В принципе Здесь Они сделали Правильно Они решили Крепить Двигатель К кузову Именно Через поддон Они сделали Его силовым Он держится На болтах Здесь M8 И Вот сюда Мощные подушки Вставляются В принципе Это очень правильно Чтобы Не заходить К блоку Но здесь У них стояли Турбины Поэтому Понятное дело Нельзя добраться Плюс Навесной И все остальное Поэтому Они сделали Крепление На поддоне Ну в общем Демонтировав Поддон Я теперь могу С уверенностью Сказать Что Да Я вижу Не просто Так его Сняли С автомобиля Этот двигатель И феерическим Количеством Масла Которое Здесь было Пытались По всей видимости Как-то его Ну Вернуть К жизни Что ли Типа Это достаточно Смешно То есть Если уже Было И подрало То туда Сколько Не заливай Масла Ему В общем-то Все равно Отверстие Для слива С турбины И вот он Соответственно Датчик Уровня То есть Я так понимаю Когда оно Падало Ниже Вот этой Вот отметки То есть Типа Доливай Масло Ну 8,3 литра Масла Это нормально Это правильно Здесь еще Есть такой Мега Тру-тюнинг Как электронный Клапан Который управляет Масляным Насосом Это вообще Веселая вещь Кстати Вот он Натяжитель Вот такой Вот пружинкой Он натягивается Десятилетиями Можно сказать Столетиями Что можно Сделать не так Смотрите Еще раз То есть Вот это Впускная часть То есть Отсюда Вот он Стоит Вот эта Вот вещь Вот сюда Ставится Заборник Это впуск Нагнетающая Часть Вот с этой Вот стороны То есть Вот он Нагнетающий Элемент Вот он Здесь Канал Который Соединяет Чтобы с обратной Стороны Насоса Попадало Масло В двигатель Вот он Вот он Выход Идет на Двигатель И Стоит Редукционный Клапан То есть Вот с этой Стороны Вон он Шарик Стоит Который Запирает Редукционник Далее Отсюда Вторым Каналом То есть Вот она Нагнетающая Часть Вот он Канал Который Скажем так Вторичная Магистраль То есть Вот он Выходит Двигатель Об этом Речь пойдет Позже Куда он Идет То есть Львиная Доля Масла Поступает По Главному Каналу Через Фильтр И так Далее Это Второй Канал И система Работает Таким Образом Что Здесь Пружина Которая Прижимает Ну вот В такое Положение Как сейчас Стоит Вот этот Корпус То есть И насос Имеет Максимальную Производительность Далее По мере Того Как Двигатель Работает Вся Вот эта Вот Часть Заполняется Маслом Соответственно Давление Вот с этой Стороны Больше Чем Со Стороны Заборника Естественно И Давлением Масла Вот Так Вот Этот Корпус Начинает С этой Стороны Прижиматься То есть Изменяя Производительность Вот он Перемещается Соответственно Максимальная Производительность Меньше Меньше Регулирую Производительность Соответственно Это Каки то Высокие Обороты Потом Обороты Понизились Давление Упало И он Раз Вернул И Производительность Увеличивается Так как Обороты Упали Но Что Они Здесь сделали дополнительно Вот этот корпус Вот он здесь стоит Здесь есть два канала Вот эти два канала, где стоит электромагнитный клапан Причем вот он Один канал, который соединен с Магистралью напорной И вот он второй канал, который проходит Вот здесь, вот в эту полость Соответственно, два канала Там у них есть Вон отсюда плохо видно Фрезеровка, то есть оно соединяется Стоит электромагнитный клапан Который в определенный момент Открывается и пропускает Масло из напорной магистрали То есть отсюда Вот сюда, вот в эту вот полость И тем самым, то есть когда здесь Увеличивается давление, то есть обычная гидравлика Усилие на пружину соответственно Увеличивается и дополнительно Продавливает корпус дальше Чтобы уменьшить производительность Масляного насоса Естественно, любой человек Задаст вопрос, то есть в чем прикол Потому что есть вот такие же системы С насосом Но без вот этого вот всего То есть которые работают Исключительно вот от механики Гидравлики, которые присутствуют То есть он раскрутился Увеличилось давление Он раз, провернулся Производительность уменьшилась Давление уменьшилось То есть все, он вышел в свой баланс Как именно здесь система работает Еще раз говорю, мануал я не читал То есть по логике вещей Вот эта вот штуковина В принципе, она довольно полезна Если запрограммировать систему Таким образом, чтобы она открывалась И понижала производительность насоса Только когда двигатель раскручивается Скажем, там, ну, выше, там, 3,5-4 тысяч оборотов То есть когда обороты большие Производительность, соответственно Ну, насос начинает качать масло очень много А расход масла-то увеличивается Нелинейно В отличие от оборотов Его и производительности И тогда вот он действительно Открывается там на 3,5-4 И уменьшает его производительность Вот такая вот система Имело бы место быть Действительно, то есть, если так реализовано здесь Это реально грамотно И, кстати, на таком двигателе это действительно важно Потому что двигатель довольно веселый То есть, он раскручивается, и на высоких оборотах Чтобы не было никаких неполадок В масляной магистрали Чтобы ничего не порвало, ничего не перегрузилось Не было каких-то других негативных Факторов, и, кстати, да, редукционник То здесь реализован действительно грамотно Он стравливает масло Не на впуск сюда, на насос А он стравливает масло прямо в поддон двигателя и в двигателе в поддоне там 8 литров масла по заводу то есть это не 3-4 литра как на разных там подобных 8 литров то есть это правильно сделано чем больше я разбираю этот двигатель тем больше он не напоминает двигатель с джипа особенно вот этими вот элементами он не напоминает то есть фазокрутилками туда не хоть вот in x ну как понятное дело вот кстати насчет джипа да ну как бы один концерн фиат джип все вот это вот не значение краснер ну система охлаждения здесь реализована грамотно ничего не могу сказать то есть вот она помпа отсюда войдет забор холодной жидкости с радиатора все это нагнетается и заход соответственно в двигатель то есть на одну сторону и на вторую сторону все это прогоняется по блоку потом поднимается в головке и выходит то соответственно выход 1 2 вот она вот это вот крышка и вот он термостат мега простейший то есть обычный вот он термостат все перед тем как я кое-что покажу дальше бедительная просьба слабонервных людям слабо со слабой психикой там нервным отойти от экранов закрыть это видео лицам впечатлительным и дальше не смотреть как бы я предупредил вот вот серьезно я предупредил теперь переходим к существу вот смотрите крышка клапанов читайте что написано мазерати почти на картушках ferrari почти итальянский спорткар передняя крышка смотрите вот ты будешь ремень менять ты такой опа мазерати почти италия вернее почти феррари да теперь мы плавно переходим к двигателю ну смотрите вот он двигатель так вот это мазерати вот 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 он да а теперь вы смотрите на двигатель джип 32 19 года пригнанный с америки который был разобран да еще раз смотрите вот это мазерати вот это вот мазерати три цепи на грм то есть коленвал промежуточная шестерня вторая цепь фазокрутилки три натяжителя два алюминиевых один чугунный вот это мазерати а теперь еще раз вот сейчас перед вами джип это вот все тоже видео на которое ссылаюсь вот вот пересмотрите это видео обязательно теперь опять мазерати вы понимаете вообще в чем подвох помимо того что здесь значки везде стоят джип вот он джип 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 где тут еще вот джип ну короче везде джип я вам с уверенностью скажу на 110 процентов что если взять вот из того видео вот из этого вот которая сейчас вот эти самые запчасти взять вот на этот двигатель поставить вот эту шестерню промежуточную цепи башмаки успокоители фазокрутилки то все станет один в один мне кажется даже распредвылы сюда станут по посадочным местам единственная разница в чем в том двигателе там обычный впрыск здесь непосредственный ну тот атмосферный этот турбовый все это джип и опять таки еще одно отличие именно того джипа вот от этого джипа мазерати в том что я показывал как болтается коленчатый вал и без масла на чижители все тоже проседают здесь такого нет то есть вот смотрите здесь ограничитель есть ну вот он как бы выстрелил он ну вот я не убираю а вот эти вот оба я не знаю как бы в чем магия и в чем разница между этим этим и тем джипом но вот смотрите я пытаюсь их сжать вот те у меня легко сжимались рукой пересмотрите видео те у меня легко сжимались эти я не могу сжать и когда я крутил двигатель они точно также не сжимались то есть валы двигались вместе с коленчатым валом и по факту как бы система работает правильно это как бы все отличие вот они фазокрутилки такие же как на джипе все один в один вот эти вот элементы которые болт по совместительству он же управление то есть вот сюда вот нажимает соленоид и переключает вон они канала то есть он переключает масло с одной магистрали в другую все дальше единство что мне непонятно здесь это натяжители и то что они не болтались это конечно хорошо но такое впечатление что они здесь вообще заклинившие ну то есть вот я попытался их руками вытащить ну то есть не не в не вдавить не вытащить это 1 и 2 то есть вот у него здесь даже есть ограничитель чтобы он отсюда не выскакивал и возможно это какой-то косяк то есть что они заклинили то есть что-то случилось с ними то есть непонятно вот этот момент также мне непонятно я впервые в жизни встречаю чтобы в алюминий что-то вкручивалась на фиксаторе резьбы к ну кроме шпилек то есть вот эти вот болты вот мы эти вот они видите красный фиксатор резьбы вон они два болта они были посажены на фиксатор резьбы вот эти два натяжителя зачем непонятно вот то есть какой в этом ну такой прям необходимость такая непонятно но то что они вот не совсем работают как бы это факт ну и маслоканал который из маслонасоса то есть вот это основной который пошел через фильтр а вот этот который через вот эту сеточку электромагнитный клапан то есть вот он проходит сюда как раз на натяжить и он он у него второй канал то есть он идет дальше он по идее должен приходить сюда но то есть чтобы максимально короткий путь был от масляного насоса до натяжителей то есть они знают сволочи что у них проблемы с этим поэтому и отдельный канал здесь сделали между прочим здесь реализована регулировка фаз газораспределения именно установка шестерня смотрите вот распредвал он имеет вот такую вот шайбочку так с прорезью для штифта здесь прорезь значительно больше и если посмотреть на шкив ну на фазокрутилку вот он здесь штифт и если собрать одну с другим ну просто вот смотрите поставить да то вот видите люфт есть то есть это сделано специально для того чтобы чтобы приспособлением зафиксировать валы в каком-то положении и только после этого то есть выставить фазокрутилки займет какое-то свое положение все и после этого затянуть при этом должно быть совмещение пометка привод клапанов здесь осуществляется гидрокомпенсаторами ну точнее при помощи гидрокомпенсаторов вот оно почему-то они если натяжители цепи были как бы заклиненные то компенсаторы здесь вон они продавливаются ну не это не как бы неплохо то есть они заполняются маслом и в принципе все должно работать распределительные валы имеют ну сравнительно так на чечи чисто визуально довольно неплохую широкую фазу ну и отличие от джипа то что здесь вот она вот эта центрифуга их здесь две с одной и с другой стороны то есть вот сюда одевается вот этот вот сальник сюда проникают картерные газы ну и соответственно все это вращается из этих вот маленьких отверстий прямоугольных вылетают брызги масла и осуществляется вентиляция картера единственное что мне непонятно и вызывают вопросы в этой системе ну смотрите он видите там пробки сделаны закрученные они желтого цвета теперь смотрите берем магнит ну вот он прилипает да так вот туда раз смотрите но туда не прилипает то есть они типа как латунная или бронзовая дальше смотрите вот с этой стороны где был насос вот например вот это вот железная вот раз она прилипла на вон они пробки вот трубка из нержавейки трубка а болт стальной вот у меня возникает совершенно справедливый вопрос то есть вот вы сволочи да вы сделали из латуни вот эти пробки хотя нафиг они не надо их можно было и алюминиевыми стальными сделать вы сделали трубки на турбину смазки до из нержавейки фланчик из нержавейки из нержавейки а какого же черта вы не сделали из нержавейки вот эти вот элементы а сволочи даже топливная рампа это сделаны из нержавейки вот он болт он прилипает а этот нет ну по крайней мере постели распредвала имеет нормальную площадь опорной поверхности и все вот эти вот бугеля они сидят на направляющих да на болтах м6 но направляющих что принципе само по себе очень хорошо но смотрите вот эти вот два клапана ну они стоят ровно а вот эти видите как стоят один ниже другого то есть что-то с ним там случилось я вам больше даже скажу я стал смотреть с этой стороны думаю может быть здесь такая же тема и что я обнаружил вот смотрите мыть рокера рокера опа а здесь даже рокера не было я приложил сюда рокер который я снял там тоже он просажен но сняв головку я немного аж воспрянул духом потому что вот эта часть действительно сделана нормально здесь стоят шпильки с резьбой м11 и гайки здесь стоят вот такие вот я сначала думал что это болты ну то есть они реально выглядели как болты не рассмотрели какие-то высокие думаю зачем такое делать оказывается это гайки такие то есть чтобы голову можно было нормально обтянуть вот это вот маст хэв то есть двигатель турбовый это должно быть вообще это должно быть на любом двигателе с алюминиевым блоком но как бы для удешевления конструкции ставят болты но вот шпильки это вот маст хэв дальше от джипа он отличается тем что диаметр поршня здесь чуть меньше у него и за счет этого они смогли сделать нормальные прорези для протока охлаждающей жидкостью между цилиндрами вот для того чтобы самая термонагруженная часть цилиндра здесь примерно где-то одна треть хода позже чтобы она гарантированно омывалась охлаждающей жидкостью и вот это вот пример действительно нормального турбового двигателя который может выдерживать большие нагрузки об этом я постоянно повторяю видео то есть вот они протоки то есть делают нужно что я постоянно сталкиваюсь с такой темой что долбоебы ставят турбины на обычные двигатели потом у них почему-то поршни стекают в картер потому что нету вот здесь вот этих протоков и вместо того чтобы как бы осознать это своей башкой нет начинается надо побольше масло форсунок там не хватает ему поливом маслом надо побольше масляный радиатор и вот это вот вся херня а на самом деле ну то есть вот охлаждение должно быть кстати клапан вернулся на место по всей видимости его не ударила он просто заржавел немного и все это время он стоял до тех пор пока я его не разобрал вот здесь вот то что я его вращал там он ржавчина он она осыпалась там причем свечи здесь были закручены ну и вот видно что хон как бы он все присутствует ну как бы да вот этот вот пыльник ну или пеногаситель или щиток алюминиевый там где надо сэкономить и можно просто железяку поставить они ставят алюминия там где надо сделать что-то по-нормальному еду через задницу и вот здесь видно какие шатуны работали без масла но вот эти вот например у них нормальный цвет вот эти вот черные то есть тут был перегрев и вот здесь видно что он черный этот обычного цвета то есть по стране так прямо все они пострадали но больше всего пострадал то есть вот этот и вот этот так как здесь непосредственный впрыск достаточно интересно посмотреть на поршневую но для начала просто сухие цифры из того что есть вот смотрите жаровый пояс который здесь есть ну то есть он вот примерно 5 и 8 так и перемычка между первым и вторым компрессионными кольцами ну вот она где-то пять с половиной ну то есть вот насколько туда штанги нам можно долезть но где-то пять с половиной то есть жаровый пояс он чуть чуть больше чем вот это вот перемычка дальше кольцо первое компрессионная которая здесь стоит которая собственно испытывает львиную долю нагрузки кстати но видно что двигатель прошел немного в канавку в канавке она не разбито кольцо здесь имеет толщину 1 миллиметр то есть вот тоньше 1 миллиметра кольца я не встречал ни на каких двигателях то есть ни на каких поршневых да и в принципе 1 миллиметр здесь ну я не знаю насколько это оправдано все-таки двигатель турбовый то есть самое меньшее что я до этого видел это по-моему не то один и три это один и два но что-то такое но при этом здесь в поршне то есть видно что канавка то есть она не просто проточена в алюминии здесь стоит вставка из другого материала он не магнитится то есть это необычная там стальная какая-то ставка она то есть для того чтобы вот эта часть была прочная и не разбилась от нагрузок остальные кольца 1.5 и 1.5 маслосъемное кольцо при этом тут стоят хоть и форсунки для полива поршня все как положено но здесь есть полноценные масляные оттоки от маслосъемного кольца причем они расположены более менее равномерно друг относительно друга то есть вот с этой стороны то есть вот сюда вот он выходит обеспечивает нормальный отток масла от кольца то есть которая собирает кольцо здесь с маслосъемная стоит наборное с вот таким вот сепаратором но пожалуй самое интересное то не это это форма днище поршня так как здесь непосредственный впрыск вот я сейчас вам показываю камерой со стороны где стоит форсунка то есть вот с этой стороны находится форсунка соответственно там же впускные клапана и вот это вот вся лужа это и есть такая скажем так камера основная камера сграния где происходит смесеобразование после впрыска и где горит основная львиная доля смеси с воспламеняется конечно в этом плане sky active мне нравится намного больше маздовская технология то есть это скажем так как увага сделано и увага она ходит так себе ну здесь статистики такой нет насколько она ходит хорошо не очень хорошо не столько не не так много у народа этих автомобилей но по большому счету porsche не имеет никаких повреждений ну кроме вот это вот вот этих задиров от масляного голодания то есть я имею тут повреждений каких-то оплавлений там от детенации каких-то разрушений сколов и так далее в этом плане все нормально то есть система работала вполне адекватно хоть это турбовый нагруженный двигатель ну что касается состояния двигателя то в принципе вот самый яркий представитель того что с ним случилось то есть вкладыши здесь намотала даже не на коленвал а приварились они к шатуну при этом кстати шатуны здесь выполнены кто обратил внимание кто нет здесь не применяется технология колотого шатуна и шатуны как я так понимаю они сделаны из какого-то более прочного материала и поверхности сопряжения здесь шлифованы вот они и есть штифты направляющие вот они стоят на бугеле то есть один и второй также шатун имеет усеченную головку для того чтобы уменьшить габариты размеры поршня по пальцу так как нижняя часть шатуна испытывает больше нагрузки от давления газа верхняя часть испытывает нагрузки только вот назад на поступательных действий поршня поэтому там она соответственно меньше все это позволяет уменьшить габариты самого пальца то есть вот эту вот часть немного сузить точно так вот там вот со стороны днище поршня площадь контакта с пальцем она большим то есть видно что здесь конус где-то здесь меньше принципе на этом все особенности конструкции заканчивается единственная особенностью которую можно выделить из большинства двигателей это вот это вот вставка как на дизельных двигателях под первое компрессионное кольцо она же выполняет роль компенсатора тепловых расширений вот они форсунки носики которые поливают целенаправленно поршень в любом положении ну и сама поршневая я имею ввиду по цилиндрам ну как бы вполне адекватно видно что он где-то стоял но так вроде каких-то существенных задиров нет то есть вот это вот ржавчина это вот от того что он стоял то есть я его чуть-чуть прокрутил то что я в начале видео показывал его клацание то что он щелкал я так понимаю это возвращался на место какой-то из клапанов вот этот вот который здесь вот он стоит ниже кстати рокер я нашел я когда крутил двигатель он выпал где он был я не знаю но в общем он таки нашелся так что именно вот откладывающий звук это был возвращающийся клапан вот но еще раз возвращаясь к поршневой тема я отошел ну как бы нормально заводской хон все ну понятно да что он тут подржавел где-то стоял задняя крышка коленвала она алюминиевая вместе с сальником кстати вот с такой резиновой прокладкой не на герметике что принципе удивительно потому что в принципе все собрано на герметике крышка закрывают всю эту полость а также вот эти вот карманы пространства то есть вот это вот это канал слив масла с головки это тоже самое просто тут ближе к цилиндру он расположен а интересное здесь другое то как выполнен масляный канал то есть вот он в масляный канал заглушка которая здесь стояла и вот видно прилив то есть он просверлен к коленчатому валу здесь идет сверление на головку с задней стороны причем на головку масло приходит и с передней стороны и с задней стороны. И вот он здесь, датчик давления масла, насколько я могу судить. Ну, то есть по просверленному каналу. Но это должен быть датчик давления масла, типа как на лампочку. Сверху находится теплообменник. Он как раз закрывает датчики детонации. И, кстати, вот он датчик давления масла. Кстати, сам теплообменник действительно нормальный. Он нормальных размеров. То есть здесь действительно происходит теплообмен между охлаждающей жидкостью и маслом. То есть это не какие-то маленькие дуплики, такие как на ВАГе. Там где 1,4 вот от этого всего максимума. То есть действительно он выполняет свою функцию. Масло здесь подается, то есть масляный канал. Вот он. С одной стороны, соответственно, вот он его заход. И выход. Вот он с другой стороны здесь. Вот этот вот канал, это для охлаждающей жидкости. То есть, соответственно, здесь отпечаток такой остался. И второй выход. Вот она, трубка выходит. Судя, кстати, по вот этому приливу, я так понимаю, на этих блоках, ну, когда это не Мазерати, а что-то другое, попроще. Здесь какой-то поменьше теплообменник устанавливался. Кстати, только сейчас я выкрутил фильтр, я что-то забыл его сначала выкрутить. Я думал, здесь я увижу феерическое количество стружки, но нет. Вот так вот покупай себе мотор с разборки. То есть, ты выкручиваешь фильтр, смотришь, он вроде такого адекватного состояния. Ну, хотя вот тут вот что-то есть. Может, это я уже сейчас где-то задел. Ну, то есть, он довольно адекватно выглядит. И ты не знаешь, что тут вкладыши намотало на колено. А вот таки намотало. Кстати, кто не знает, вот если нужно вам давление масла замерить на любом подобном двигателе, где датчик давления масла спрятан где-то там. Ну, то есть, он закрыт коллектором. Ты никак туда не залезешь просто вставить манометр и померить давление масла. Так вот, по инструкции есть специальное приспособление. Вот такие вот крышки. Каждая там на свой движок. И вот здесь у нее выход для манометра под давление масла, чтобы сюда закручивать шланг от манометра. И я не знаю, по-моему, они алюминиевые должны выполняться. Если я не ошибаюсь, хотя я могу ошибаться. Вот. То есть, и либо вот вы возьмите вот такую вот крышку с какого-то другого движка и в ней сделаете просто выход под шланг манометра. И так вы можете проверить давление масла на работающем двигателе. При этом ничего не разбирать, не рассухаривать. Причем это не лайфхак. Это вот взято из мануала по ремонту там разных BMW, там Mercedes и так далее. Вот, пожалуй, головки в этом двигателе это самый интересный момент, потому что в целом конструкция реализована очень грамотно, но с таким заводским ограничителем. То есть, это не косяк, это именно ограничитель. Теперь начнем сначала с реально хороших положительных моментов. Первый момент, который заключается в том, что действительно грамотно сделано. Вот предыдущее видео я показывал там, где гидравлическое управление клапанов. Я критиковал их же, кстати, эту же самую контору, что гидрокомпенсаторы стоят просто в алюминии. Если в двух словах, то алюминий расширяется значительно больше, чем сталь, ну, коэффициент линейного расширения. И то, что компенсатор сидит, например, плотно на холодную, то когда он разогревается, зазор становится, естественно, больше. А раз зазор становится больше, плюс масло разогретое, оно более жидкое, здесь начинает теряться давление, и в какой-то момент механизм может тарахтеть. То есть, на каких-то холостых, когда давление масла, скажем, минимальное. Здесь они на выпуск поставили правильно, вот так, как я и рассказал, так, как нужно делать, и так, как многие делают. Вот они, стальные втулки. Вон они, на сверленное там отверстие. Это стальные втулки. Вот, пожалуйста. О, вот магнит у меня сюда притягивается. На впуске они почему-то этого решили не делать. То есть, они посчитали, по всей видимости, что впуск менее нагруженный. То есть, вон он, кстати, там канал проходит. То есть, типа, впуск не надо. Вот. Хотя я считаю, что это реально, ну, косяк. Надо было и впуск сделать. Но они на выпуск поставили, потому что это будет турбовый двигатель, нагруженный выпуск. Они поставили стальные втулки, чтобы, во-первых, зазор сохранялся, так как они, вся эта часть разогревается больше, чем впуск, естественно. И для того, чтобы убрать какие-либо варианты, что компенсатор разбивается в своем колодце в алюминиевом посадочном месте. Грамотно 200%. Вот еще бы на впуск это сделать было бы шикарно. Ну вот, могут же ж делать. Сделали. Дальше. Пружины клапанов. Пружины клапанов реально здесь офигенные. Просто офигенные пружины клапанов. Вот он, пример, как должно быть. Вот она пружина. Ее высота в засухаренном состоянии. Смотрим, какое усилие. А усилие здесь почти 32 килограмма, но 31 с половиной. Вот это вот нормальное, адекватное усилие. А не 14, там, 18, 20 килограмм. 32 килограмма. Вот это усилие супер. Учитывая мизерный вес самого клапана и рокера. То есть пружина имеет фактически 31 килограмм. Ну, то есть округлим в меньшую сторону, да. При этом конструкция здесь с переменным ходом витка. Сделано это для того, чтобы убрать вот это вот колебание витков на высоких оборотах. Это первое. Во-вторых, сверху пружина заужается в диаметре. То есть это точно так же убирает вот эту вот вероятность колебания витков для того, чтобы на оборотах пружины работали, ну, максимально надежно. Вот эта вот часть сделана шикарно. Просто супер. И то, что я раньше показывал, что клапана зависли, я думал, что пружина не отработала. Нет, ничего там не погнуло, ничего не умерло. Вот этот вот, кстати, клапан, я его разобрал. Здесь они просто залипли в направляющие. Почему-то так получилось. То есть, может, какая-то влага туда попала, еще что-то. Смазка распределительного вала осуществляется из головки. То есть вот он просверлен канал, который идет компенсатором. Причем канал он маленького диаметра. Именно самому распределительному валу нужно сравнительно мало масла, но оно все время должно быть. Если быть точным, то диаметр канала составляет ну вот 2,2 миллиметра, ну 2,3. Ну то есть, до 2,5 миллиметров. В принципе, ему бы хватило здесь канала какого-нибудь обычного 3-4 миллиметрового, но с жаклером на конце. Но так сделать проще. То есть, сам канал вот эти вот 2,3 миллиметра. Ну, может он около 2 миллиметров, потому что он наискось посверлен. Может, я просто неудобно было замерить. Ну то есть, но этот канал, он идет вот аж до этого канала масляного, который запитывает гидрокомпенсатор. То есть, в этом плане сделано шикарно. Как я уже говорил, бугеля здесь стоят на направляющих. Да, на болтах, но направляющих. Сделано шикарно. Масло подается в головку с двух сторон. То есть, масло подается с задней части головки. И масло подается вот здесь вот он, натяжитель. Масло здесь подается с передней части головки. Ну, тут не видно. Из-за моей приспособы. То есть, все сделано супер. По выпускных каналов. Ну, они довольно маленькие по площади поперечного сечения. Я имею в виду сравнительно. Но, учитывая, что это турбовый двигатель. И здесь важно использовать кинетическую энергию потока. То есть, сохранить давление. То они сделаны нормально. Отлично. Грамотно. То есть, в целом, головка сделана-то шикарно. И я бы сказал, что она мега офигенна. Если бы не одно но. Один просто феерический косяк, который здесь присутствует. Вот, смотрите. Например. Причем, это не косяк. Я сейчас объясню, что это. Смотрите. Вот он впуск. Так. Каналы. Обратите внимание, что от седла оно отличается. Ну, то есть, вот ты видишь седло. А там дальше ты видишь, что канал-то он, ну, заужается. Давайте возьмем штанген. И более детально посмотрим. То есть, вот я внизу, там, внутри меряю канал. Вон он. Вот он внутри. Вот здесь. Вот здесь вот. Примерно. Ну, то есть, он тоже там не сильно круглый. Там с небольшим эллипсом. Так я его замеряю. У меня получается где-то 25 миллиметров. Если я его вот так вот замеряю. Ну, у меня тут еще даже меньше чуть-чуть получится. 22 и 8. 23. Ну, то есть, вот такое 25 на 23. А теперь, смотрите. Давайте измерим именно алюминиевую алюминиевую часть. То есть, вот куда седло вставляется. То есть, именно обработку самого седла. То есть, я не рабочую фаску имею в виду. Вон, ниже. То есть, вот. Смотрите. Измеряем. Измеряем. И мы получаем фактически, ну, почти 30 миллиметров. Там грязь. Все. То есть, 30 миллиметров против вот этого вот заужения. 25 на 23 здесь. Вот здесь вот стоит такой ограничитель. Это именно ограничитель. Потому что, вот смотрите. С этой стороны, если посмотреть, здесь отличный, большой канал. То есть, вот ты смотришь на него. То есть, вот издалека смотришь, ты уже понимаешь, что каналы большие. Там, по сравнению с какими-то другими головками. Ты смотришь сюда. Канал отличный. Все отлито шикарно просто. Направляющие не торчат. Великолепно. Но перед, перед самым-самым-самым-самым клапаном там идет заужение. Как бы специально, чтобы вот заузить. Тут дыркой я могу назвать вот такое заужение. Больше того, я вам скажу. Вот сюда вот обратите внимание. Сказать, что это ступеньки, это ничего не сказать. Ребята, это не ступеньки. Это просто какие-то непонятные клыки. Я надеюсь, вы видите, насколько вот это вот огромная часть. Смотрите, вот я беру штанген, так. Ну, все видели, как бы, знают, что такое штанген. Для демонстрации. И вот я его по каналу, вот он внизу лежит на канале. Я подхожу к этой ступеньке. Вы посмотрите, насколько она огромная. Вот здесь вот. И это вот острое все. Вот он, вот он канал. Вот он сейчас лежит прямо по каналу. И в самом вот этом моменте вот здесь вот такое идет возвышение. То есть вы понимаете, насколько она огромная, вот эта вот ступенька. То есть мало того, что пропускная способность здесь ограничивается вот этим вот заужением, так еще здесь феерический срыв потока. Вот в этой вот части. Отсюда, конечно, с канала бы это показать, но это не видно. Если бы разрезать головку, это было бы видно гораздо лучше. А с этой стороны, вот если вы смотрите, то есть вот он здесь, вы с этой стороны ничего не увидите. Тут просто идет, ну как, прямой канал. То есть этот момент виден не очень хорошо. Ну а здесь, пожалуй, нужно сделать некое пояснение. Потому что люди, которые не понимают, скажем, в технических процессах, вот на это смотрят и начинаются всякие разговоры, словоблудия, типа нет, это же инженеры задумали, это же не просто так. Здесь же непосредственный впрыск. И, наверное, это нужно для того, чтобы ускорить движение воздуха на низких оборотах. Может быть, это улучшает наполнение, завихрители и прочий бред, который рождается в головах у людей благодаря тупизне маркетологов, которым просто нужно что-то продать и без лишних вопросов. Значит, первое, никакое ускорение потока здесь в принципе не нужно, потому что сама система непосредственного впрыска, она и сделана, и работает она шикарно именно тогда, когда поток в цилиндр поступает со сравнительно, именно сам воздух со сравнительно небольшой скоростью, потому что смеси образования происходит в самом конце такта сжатия. Когда поршень находится почти в верхней мертвой точке, все сжато, воздух под давлением и нагрет. В этот момент впрыскивается топливо и происходит отличное смеси образования именно такие на низких оборотах. И потом идет искра и все воспламеняется и шикарно греет. У меня есть отдельное видео об этом. Я рассказываю про технологию Skyactiv, например, Mazda, и на доске рисую, как работает непосредственный впрыск, в чем его преимущество. Есть недостатки у непосредственного впрыска, это ухудшенное смеси образования именно как раз таки на больших оборотах, там уже выше 5000 и так далее. Но в данном случае речь идет именно вот за низкие обороты. То есть нет, однозначно это не какие-то завихрители, которые улучшают там смеси образования и так далее. И естественно вопрос возникает, а почему, зачем, почему завод это сделал, неужели они такие тупые и не понимают, что это негативно влияет на работу двигателя. Естественно, они это понимают, знают, и именно поэтому они это сделали. Ведь все просто. Трехлитровый двигатель, турбовый, с грамотной конструкцией поршневой, которая выдерживает нагрузки, то есть омывает с охлаждающей жидкостью, с грамотным креплением головки на шпильках, то есть двигатель потенциально может выдерживать нагрузки. Он развивает с завода 350 сил. Человек покупает автомобиль, едет на сервис. Максимум, что он может сделать, это поменять интеркулер, там может быть турбины поставить чуть-чуть другие, там выхлоп сделать, и вуаля, чиповка. При этом на двигателе непосредственный впрыск, который имеет огромнейший просто диапазон по количеству топлива, которое он может влить, то бишь по чиповке. Происходит чиповка, и просто так вот абсолютно на ровном месте, то есть я купил автомобиль с 350 силами, и тут же он получает автомобиль, который имеет, скажем, 450 сил, а может быть даже 500 сил, при этом без каких-то вмешательств в системы, там глобальные, еще что-то. Просто так, снефиг делать, еще 100-150 сил. Так вот, именно то, что сделано на головке, я недаром эту систему назвал ограничителем. Она как раз и есть таки ограничитель, когда человек вот так вот приедет на сервис, начнет чиповать, чтобы снять побольше мощности, что произойдет? А произойдет то, что турбина дополнительно нагрузит двигатель, естественно, чтобы надуть больше, надует больше давления. Но головка физически не сможет пропустить то количество воздуха, которое она смогла бы пропустить при нормальной геометрии, даже с увеличенным давлением надува. Ну, банальный пример, если у вас в компрессоре там накачано, допустим, 8 атмосфер, и вы, например, решите стравить воздух, и вы будете стравливать его пистолетиком, у вас на это там уйдет какое-то время. А если вы открутите заглушку, например, с водопроводной резьбой там одна-вторая, то у вас ресивер стравится мгновенно. Хотя давление и в первом, и во втором случае одинаковое, допустим, 8 атмосфер. Но время, за которое воздух выйдет из этого себе, значительно разное, потому что разный диаметр выпускных каналов. Точно так же и пропускная способность головки. Если увеличивается давление надува, работать значительно лучше, чем было изначально, если головка не может пропустить должное количество воздуха, то двигатель не будет развивать соответственно большой мощности. А это приводит к тому, что будут увеличивать еще побольше надув, чтобы как бы дадуть. Вот это совершенно глупое понятие в головах у многих людей, что типа ааа, пофиг, турбина дадует. Да ничего она не дадует. Она тебе нагрузит двигатель, ты получишь прирост там в 10 лошадей, хотя ты мог получить в 50 прирост. И при этом у тебя двигатель будет значительно нагруженный, как будто бы ты получаешь эти самые дополнительно 50, а может быть даже и больше. В итоге ты получишь следующую картину. Двигатель у тебя будет нагружен, как будто бы он снимается с него сил 600, по факту ты будешь иметь там сил 400 с копейками. Как это отразится на надежности конструкции ресурса двигателя? Ну, я думаю, рассказывать никому не нужно. Поэтому эти мрази заводские вот это вот все делают. Это не косяк литья, это не какой-то там задумка инженеров для улучшения наполнения. Нет, это именно для того, чтобы ограничить мощность и двигатель. То есть, если ты его чипуешь, чтобы он у тебя просто сдох и все, чтобы случилось с ним что-то очень нехорошее. Может он масло там начнет жрать и все остальное. И вот, то есть, вот этот вот косяк убрать вот с этой вот головки вот эти вот моменты, здесь речь не идет о том, чтобы увеличить диаметр канала, там еще что-то. Нет, просто шарошка. Если вы уберете вот эти вот все моменты, канал будет ровной, нормальной формы, то у вас и на низах отдача здесь будет лучше. И в среднем, и на высоком диапазоне. То есть, даже на стандартных настройках движок начнет работать ощутимо лучше. Просто вот именно вообще ощутимо-ощутимо. Это будет чувствоваться в любом режиме, при любом раскладе. Мне всегда так больно смотреть вот на такие вот конструкции. То есть, ну реально же классно сделано. То есть, и по пружинам, и по распредвалам, и по каналам. Шикарно сделано. Мощная привалочная поверхность, крепление на шпильках. в головке там довольно большой объем для охлаждающей жидкости. То есть, что говорит о том, что может он держать нормальную мощность. Все же сделано шикарно. И вот этот вот косяк, один вот этот даже не косяк, это вот такой запрограммированный такой ограничитель. Он прямо убивает, вот прям убивает, убивает все, что можно убить с этого двигателя. Это вот, мне всегда грустно на это смотреть. Это просто. Причем, кстати, по масляным каналам, то есть, каналы масляные здесь вполне адекватной, адекватной пропускной способности. Вот он. Вообще, с точки зрения питания маслом здесь сделано шикарно. То есть, головка супер, но вот этот вот момент просто, ну, у меня нет слов. Ну, вот тут пострадали абсолютно все коренные вкладыши, то есть, вон оно, попроворачивалось здесь. Здесь, вон оно, как расплавилось. Так, первое и четвертое тоже пострадали. Смотрите, вот я хочу вот это показать. То есть, ну, это должно было стучать. Это должно было стучать. Тут тоже люх. Ну, то есть, он должен был тарахтеть, как автомат калашников. Сначала у меня даже особого желания не было вытаскивать коленвал, ну, там, выбило вкладыши и так далее. Но, кое-что меня смутило. Выбило абсолютно все вкладыши, причем корни. И пострадала именно центральная часть. То есть, вот, самые адекватные коренные вкладыши это четвертый и первый на опорной поверхности. Шатунные выбило все. То есть, то, что я вам показывал, то, что оно не имеет цвета побежалости и не горело, ну, просто до него не дошло, скажем так, еще. Ну, соответственно, вот они, бугеля, то есть, один из, это, кстати, не самый пострадавший, самый пострадавший, вот на нем там, вон они, царапины, все, ну, и вкладыши, как бы, да, добавить здесь нечего, все вкладыши побитые. И вот, когда я увидел вот эту вот картину, то есть, смотрите, первый цилиндр, ну, точнее, первая опорная поверхность, первый, второй цилиндр, так, вторая, третья опорная поверхность, четвертая, самые были ужасные шатуны, это в районе третьей опорной поверхности, то есть, у меня появилась теория, которую я решил проверить, для этого я вытащил коленчатый вал, поставил его на свои призмы, и, как бы, теория подтвердилась, вот смотрите, то есть, замеряем биение, сейчас, вот, чтобы было, более-менее видно, смотрите, в общем, я уже его здесь крутил, биение здесь получается, где-то в районе 11 соток, ну, вот, может, даже 12, ну, вот, четко, все вращается, все четко вращается, то есть, если вот так вот его покрутить, тут, зараза, здесь немного пересвета идет, ну, в общем, стрелка, ну, вот, я только что показывал, что оно все двигается, двигается, и очень даже весело, причем, я биение замерил в районе второй шейки, здесь более-менее адекватно было, ну, что-то около там 3-4 соток, здесь биение 12, вот это вот, то, что вы видите, это классика жанра, вспоминаем, вот этот вот момент, с оборванными резьбами, вот они, вспоминаем, то, что я рассказывал про головку, что, как, и почему, то есть, ситуация следующая, движок решили чипануть, то есть, что-то сделать с турбинами, там, может, их меняли, ну, в общем, не важно, то есть, сюда лазили, его, естественно, чипанули, чипанули, а значит, что, добавить надува, надува добавили, до что-то мощности не увеличилось, поэтому решили поднять его обороты, то есть, просто отсечку перевести на более высокие обороты, типа, оно все работает, и оно действительно работает, то есть, пружины клапанов там отлично, и все отработало, но, коленчатый вал не выдержал такой нагрузки, и от высоких оборотов он изогнулся, у него появилось биение, напоминаю, что зазор между коренной шейкой и вкладышем, примерно, 3-4 сотки, ну, максимум, там, до 5, это в самых каких-то не очень хороших моментах, здесь биение 12, соответственно, то есть, зазор как-то надо выбрать, он выгрыз вот этот вот вкладыш, произошло потеря давления масла, именно здесь произошла потеря, поэтому пострадавшее самое, это то, что запитывается от этой шейки, это шатунная шейка 4-го, и шатунная шейка 5-го цилиндров, и потом потеря масла, давление, естественно, то есть, он вкладыш расколотил, давление стало теряться, и паровозом пошло все остальное, то есть, на всем коленчатом валу давление просело, и выбило все вкладыши, вот это вот классика жанра перекрута двигателя, я уже такое встречал не раз, вот будет ссылка где-нибудь, тут подсказка, там ссылка в описании, на двигатель Audi, тоже V6, 2016 года, если я не ошибаюсь, там тоже его чиповали, перекрутили, и коленвал погнул, там был более жесткий сбой, биение было там, что около полтора миллиметра, если я не ошибаюсь, видишь, ну там больше миллиметра, и там прямо выгрызло, в блоке, там такую прям, ну, посадочное место, там выгрызло, и шатун оборвало, то есть его там ухайдохали, а этот, видимо, ну перекрутили, поняли, что что-то не так, залили туда масло побольше, типа думая, что как-то что-то оно должно повлиять, там вылечиться, вот, и все, и вот то, что вот здесь есть, я вижу, вот это вот причина смерти, то есть, вот это вот, на стандартных заводских настройках, никогда в жизни не произойдет, и даже наличие гасителя крутильных колебаний, который призван, вот эти вот моменты, убрать, то есть даже наличие гасителя крутильных колебаний, все равно, вот этот вот момент не решит, если двигатель перекрутить, а напоминаю, что когда раскручивается двигатель до очень высоких оборотов, то коленвал испытывает нагрузки, именно не на излом, как многие считают, а именно крутильное колебание, то есть отклонение, если поставить, допустим, точку в центре отбора мощности, и, допустим, на носе коленчатого вала, то вот эти вот точки, одна относительно другой, отклоняются то в одну сторону, то в другую, то есть коленвал, он как прутик пружинит в одну и в другую сторону, и в какой-то момент, когда он перекручивается, и когда нагрузка сильно большая, он, как и любой прут там или пружина, он немного провачивает и сгибается, то бишь, деформируется, что приводит к тому, что вот эти вот шейки, одна относительно другой, становятся на каком-то расстоянии, ну, то есть они уже не на одной оси, от этого появляется биение, это классика жанра, Никогда в жизни коленчатый вал не приобретет биение, если просто закончится масло, заклинит шатун, его оборвет, выбьет блок. Никогда в жизни это не приведет к тому, что коленчатый вал приобретет биение. Я не разобрал множество таких двигателей, и все, как один, коленчатый вал имели отлично, шикарнейшее биение. При этом выбивало в таких моментах всегда именно шатунные вкладыши, а корни оставались всегда целыми, адекватными. Ну, может, какие-то мелкие потертости, а здесь, в первую очередь, именно корни повыбивало. На этом, собственно, у меня все, видео подходит к концу. Вот то, что вы видели, этот движок, он был полностью комплектный. Я его хочу назад собрать полностью в кучу, ну, то есть, чтобы он был по комплектности, макет такой, и отправить в БКТБ, в Барский колледж автотранспорта. Если вы вдруг не знаете, о чем идет речь, я ездил в Барский колледж именно автотранспорт, у меня есть видос об этом, ссылка там будет в описании, где-нибудь здесь подсказка. Там готовят реальных специалистов и обучают на современной технике. И вот такие вот двигатели ребята берут, распиливают и превращают в демонстрационно-обучающий стенд. У меня есть видео об этом, еще раз повторяюсь. Если вы не знаете, что такое БКТБ и прочее, первый раз об этом слышите, посмотрите видос или там загуглите аббревиатуру в Google. Поэтому все это должно собраться и отправиться в Бар. И через некоторое время это должно стать учебным пособием. Ну, а я, в свою очередь, как и только ко всему показанному, уже сказанному, могу так обобщить, что двигатель в целом конструкцию имеет грамотную. То есть, конструкция головки, как она крепится, протоки между цилиндрами, кружины клапанов и, в принципе, все остальное. Вот меня очень сильно огорчил момент с головкой на впуске, с вот этими вот ступеньками, даже жабрами, то есть заужением. Это очень прям, ну вот прям совсем не обидно стало. И, конечно, меня очень сильно огорчает вот этот вот момент, что, ну, это фактически, то есть, да, грамотная конструкция двигателя, но это фактически обычный турбовый джип. Все, собственно. Только джип стоит несколько раз дешевле, чем Мазерати. И все, если ты уберешь надписи Мазерати, ты получишь просто джип вот этого вот концерна там, Фиат, Лянча, Крайслер, Мазерати, все, что вот это вот входит туда. И, ну, это как-то немножко выглядит, ну, немножко нечестно, то есть, ты когда покупаешь Мазерати и тебе хочется, то ты как бы думаешь, что это и вот Италия, что-то там такое типа спорткар. Ну, на самом деле, нет, ты покупаешь просто турбовый джип с красивыми надписями и с катушками, на которых написано Феррари. Со всеми моментами вот этими вот жопоконструкторными. У меня дядя был, он изобретатель, и вот он когда видел подобные всякие элементы, конструкторские решения, он это называл жопоконструкцией. А людей, которые вот это вот придумывают, он называл жопоконструкторами. Ну, как бы ничего добавить, унять здесь я не могу, я полностью с ним согласен. Вот, поэтому на этой, в общем-то, ноте у меня все. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, переходите по ссылкам на БКТБ, посмотрите, что это за учебное заведение такое современное. А у меня на этом все, благодарю за внимание. В общем, уже в самом конце, когда я стал запчасти перебирать, все, я обратил внимание, что с насосом тут что-то случилось. То есть, ну, это как бы, вот я его вытащил, положил, то есть он там вверх ногами стоит, колба-колба, и я не обратил внимания, что она побитая. Причем он там так спрятан, что, ну, нельзя его побить при транспортировке, еще чего-то. Может, его там пытались тюнинговать, этот насос, или что-то с ним случилось, ну, хрен его знает. В общем, собираю я движок на место, и вот при сборке я обратил внимание на то, что турбины-то тут новые стоят. Поэтому-то они не люфтили, то есть так, вкупе, когда он был, оно было незаметно. Ну, то есть вот тут вот заметно, вот он двигатель, ну, то есть он там имеет какой-то налет, все, а вот она турбина. И та точно такая же, и вон пластмассочки, смотрите, то есть, ну, навье, реально навье, то есть не картридж, ничего, а просто прям с коллектором. То есть навье, то есть турбины здесь меняли. И вот еще, что я заметил, маркером что-то написано на вот этой вот алюминиевой части, которая бензонасос закрывает, там где с этим шушумкой, все, что-то маркером написано, то есть тоже что-то, видимо, случилось с этим кронштейном, хотя что-то могло с ним случиться, может, какое-то ДТП было, хрен его знает.